Каждая покрышка легкового автомобиля весит примерно от 3 килограммов, а грузового около 70. И каждый месяц на предприятие по переработке автомобильных шин в селе Надежда поступает около 150-200 тонн вот такой вот старой автомобильной обуви. Сырье получают от шиномонтажек и транспортных предприятий, или вот так, сбором выброшенных покрышек в городах и селах. Из утилизированных шин можно делать полезные вещи, например, резиновое покрытие для детских и спортивных площадок или беговых дорожек. Загружают формы по весу, далее загружается подошвенная часть, и все эти формы отправляются в гидропресс. В сжатом состоянии тележки отправляются в термокамеру, где происходит полимеризация полиуретанового связующего. В итоге получается вот такая плитка, плотность у нее около 1000 кг на квадратный метр, что позволяет ребенку упасть с полутора метров на нее и не получить травму. Такие небольшие, но полезные со всех сторон для региона предприятия в приоритете для Краевого министерства экономики. Более того, этот год в крае объявлен годом предпринимательства, чтобы активнее развивался сектор малого и среднего бизнеса. Поэтому в целом из бюджетов всех уровней на поддержку предпринимательства мы направляем в этом году более 2 миллиардов рублей. Такой уровень государственной поддержки обеспечен впервые. В том числе прямая поддержка из Краевого бюджета непосредственно предпринимателям малого и среднего бизнеса составит порядка 500 миллионов рублей. Вообще в крае 115 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Подать заявку на субсидии может каждая из них. В приоритете поясняет глава Краевого Минэкономразвития производственники. Субсидии называемые 50 на 50, когда компенсируется до 50 процентов затрат на приобретение оборудования. Это компенсация затрат по лизингу, это социальная поддержка, поддержка социального предпринимательства. Прямые субсидии до 5 миллионов рублей в первую очередь будут направлены на частное дошкольное образовательное учреждение. И субсидии на поддержку сельхозкооперативов. Предприниматели уже активно интересуются условиями получения субсидий. Ожидается, что прием документов начнется в апреле-майе. Тем, кому понадобится совет в их оформлении, помогут в местных администрациях. Такие вот предприятия, как мы сейчас видим, которые изъявили желание поучаствовать в программе, естественно, мы будем полностью их поддерживать. Мы поможем собрать документы и сопроводим их до самого конца.